В Кирове 11.07, это программа Дневной Разворот, ведут передачу сегодня в пятницу Николай Голиков и Владимир Сметанин. На календаре 23 число, а вот с месяцем что-то я определиться не могу, судя по происходящему за окном, нифига не март сегодня. Март, почему? Март нормально, все потихонечку начинает таять, прогноз оптимистичный, я думаю, что еще неделька и мы наконец-таки весну увидим. Ну я смотрю, на следующей неделе плюсовая температура, в том числе даже ночью. Ну кстати, представьте себе, конец марта уже, получается, что у нас сход снега на апрель придется весь, большой риск у нас утонуть будет, снега немало, и воды видимо будет много. В список подтопляемых областей мы сегодня уже попали, объявили уже, что 17 регионов будут затоплены, ну как затоплены, то есть подтоплены частично, в том числе и наш. Ну мы к этому уже привыкли. Не как в фильме 2012? Нет, помягче, я надеюсь, все будет. Традиционно говорим вам о том, что в 11, ой, простите, в 12.05 у нас начнется программа Культпоход, и мы сегодня отправимся в Кировский театр Кукол, мы будем говорить... Международный день кукольника, между прочим, да. Сегодня? Ну то ли сегодня, то ли завтра. Где-то вот на днях, вот да. Сегодня профессиональный праздник у работников гидрометеорологической службы, точно знаю. Отправимся в Кировский театр Кукол, поговорим о завтрашнем мероприятии, там будет грандиозная экскурсия, ну и в целом о том, какие постановки в данный момент и в ближайшее время на сцене театра идут. И кроме того, свяжемся еще с Краеведческим музеем. Дело в том, что в ближайшее воскресенье, опять-таки, профессиональный праздник будет, ну уже у других людей, не у метеорологов, а у работников культуры. У работников культуры. Да, у работников культуры мы вас в преддверии этого праздника поздравляем. Краеведческий музей будет бесплатным, и об этом нам расскажет Юлия Френкель, заведующая отделом Краеведческого музея. Ну, а тема дневного разворота, она такая вполне логичная. Мы с Николаем в понедельник подводили итоги президентских выборов в течение двух часов, обзванивали экспертов, депутатов, бывших депутатов, собственно. Но стоит напомнить, что 18 марта у нас в городе, да и по всей стране, было голосование не только за президента Российской Федерации, но и за проекты благоустройства, так называемое рейтинговое голосование по общественным территориям. Мы несколько эфиров этому посвящали в преддверии 18 марта, ну и вполне логично сегодня узнать, выяснить, чем же вот это рейтинговое голосование закончилось. Накануне в городской администрации состоялась пресс-конференция, подведены итоги, СМИ уже результаты публикуют, но мы хотим поговорить обо всем подробнее и будем говорить на эту тему с Дмитрием Печенкиным. Это начальник отдела благоустройства, управления благоустройством и транспорта администрации нашего города. Дмитрий Александрович, добрый день. Добрый день. Вы как раз были на нескольких эфирах в преддверии 18 марта и как раз таки подробно рассказывали о том, как будет проходить это голосование. Ну вот напомню, да, мы в понедельник об этом говорили, Николай принял решение не участвовать в выборах. Ну я объяснил почему. Да. Это не политическое решение. Не политическое, да, никто не заставлял там, никто не отговаривал. А я, собственно, поучаствовал, да, в голосовании, голосовал за президента и за территорией. Мой избирательный участок находился в теруправлении Ленинского района, я пришел, проголосовал за президента, спрашиваю, а где за общественной территорией голосовать, а вам нужно пойти в школу в 57-ю, либо в 37-ю, ну ладно, я пошел в 57-ю, потому что недалеко живу, там немножко поблуждал, поблуждал, слава богу, мне подсказали, где голосование проходит. Вот не было очевидно, да, куда идти такой навигации, но мне подсказали, что я человек-то с языком спросил, куда идти голосовать за территорию, вот идти туда. Да, я ходил... Ну, кстати, вот на это неудобство многие жаловали, что, во-первых, как бы не совпадает с избирательным участком, во-вторых, не все вот уже куда приходишь, да, вот в школу или куда-то еще там, как бы не все даже готовы объяснить, куда идти, в какой кабинет и как это сделать. Я зашел, собственно, да, я зашел в этот зал, ну это класс, учебный класс, да, там симпатичные женщины сидели, сразу же с порогу спрашиваю, ну что, как народ активно идет за благоустройство голосовать, они так тихонько говорят, ну вот что-то не очень активно, ладно, давайте, говорю, буду голосовать, записали меня в журнал, я посмотрел, я был 138-м в списке, это было 7 часов вечера, то есть, соответственно, можно сделать вывод, ну да, действительно, не слишком активно. Не слишком активно. Да, но так или иначе, по, собственно, отчету городской администрации за благоустройство территорий 18 марта проголосовали у нас 47 тысяч 925 кировчан, то есть почти 50 тысяч, ну каждый десятый проголосовал, да, каждый десятый. Где-то каждый десятый. Ладно, все, Дмитрий Александрович, у слова. Хватит о грустном, да, давайте. Добрый день еще раз, уважаемые коллеги. Ну, наверное, общую картину сначала озвучу. Потом по районам пойдем. Значит, у нас 18 марта, да, на территории города было открыто всего 123 счетных участка. Ну, как правило... Это больше или меньше, чем? Это меньше, чем избирательных участков. Мы, как правило, пытались разместить счетные комиссии в одном здании с избирательным участком, но не везде это получилось. В связи с чем? То есть не нашлось дополнительного пространства? Нет дополнительных там помещений, которые бы соответствовали вот именно в рамках вот этого здания. Но, как правило, у нас многие избирательные участки это школы, ну вот такие социальные учреждения, там попросту не хватало места. Если же счетный участок размещался не в избирательной комиссии, как вот вы сказали, он, по крайней мере, в пешеходной доступности, ну такое требование этого проекта было. Ну, в моем случае, да, пять минут дайте. Наглядная агитация у нас по размещению счетных участков, она присутствовала. Ну, на самом деле, объехали сами не один избирательный и счетный участок посмотрели, она была. Ну и момент такой, многие жители обговаривали, приходя 18 марта, что где-то не услышали, где-то не было, например, какой-то информации. Но мы по максимуму пытались при подготовке к рейтинговому голосованию все-таки довести до каждого и через СМИ, и через общественные советы, и через центры местной активности, ну через активных жителей всю эту информацию пытались довести. Ну вот, простите, прерву, судя по соцсетям, даже известные интернет-деятели не знали, да, о том, что будет такое голосование. Тем не менее, информационное сопровождение этого проекта, оно довольно-таки на таком значительном уровне было. Ну, надеемся, что мы внесли лепту тут, я имею в виду, на что люди остались. Тем не менее, вот, как вы уже сказали, по итогам приняло участие в рейтинговом голосовании почти 48 тысяч, 47,925, это пришли на счетные участки. В целом явка составила по рейтинговому голосованию у нас 10,9%, ну практически 11% из числа тех, кто мог принять участие. Но я отмечу, что у нас в рейтинговом голосовании мог принять участие гражданин с 14 лет. То есть, если выборок, то здесь 14 лет. А там отслеживалось сколько? Пока мы такой анализ не проводили, я думаю, что по истечении определенного времени можно будет такую сделать выборку, потому что вопросы поступают, а кто приходил именно, какая категория граждан больше приходила на рейтинговое голосование. Потому что есть разница между явкой, которая была на президентский выбор, и тем рейтингом голосованием. Разница, в принципе, существенная. В каком районе города известно, а наиболее активно голосовали? У нас наиболее активная явка была в Новоавиатском районе. Новоавиатском. А Новоавиатском районе, кстати, очень активно. Это 27,5%. На втором месте у нас идет Первомайский район, 15%. Вот тут особенность, простите, прерву накануне как раз-таки голосования. Мы приглашали главтеруправлений нашего города, и у нас в студии нашли время быть начальник Новоавиатского теруправления Геннадий Владимирович Плехов и начальник Первомайского теруправления Вячеслав Николаевич Симаков. И вот смотрите, они оказались впереди. От главы администрации очень много зависит от главы территориального управления. И Новоавиатский район в этом плане, я говорю, он сам всегда очень активен. Ну, Новоавиатского района отрыв от других районов довольно-таки существенная появка, 27%. Значит, ну, на сегодняшний день уже результаты, как вы сказали, не озвучены. Вчера состоялось заседание общественной комиссии. Все протоколы счетных комиссий, они обработаны, сведены в единый протокол по городу. И прежде, наверное, чем говорить по конкретной территории, я еще вернусь к тому, что у нас бюллетени для голосования были разбиты на три подгруппы. Первая подгруппа — это общегородские парки, там было четыре парковых территории. Вторая подгруппа — это районные парки. И третья подгруппа — это пешеходные зоны, тротуары. На сегодняшний день у нас по первой подгруппе, это четыре общегородских парка, голоса распределились следующим образом. На первом месте — это набережная в Новоавиатском районе по улице Тренера Пушкарева. Она получила поддержку 12,8 тысяч жителей Новоавиатского района. В целом даже город, у нас эти территории в целом по городу голосовались. На втором месте — это парк Гагарина в Первомайском районе. 8,8 тысяч парк Победы на третьем месте — это 6,9 тысяч 14%. И на четвертом месте — это Кочаровский парк в Ленинском районе. Нам нужно сейчас прерваться, небольшая пауза у нас, и мы продолжим нашу беседу. Продолжаем наш разговор. Дмитрий Печенкин, начальник отдела благоустройства, управления благоустройства и транспорта администрации Кирова. И вот так вот только что были озвучены 4 общегородские территории, которые победили в рейтинге голосования. На первом месте — набережная реки Вятки по улице Тренера Пушкарева. На втором месте — парк имени Гагарина в Филармонии. Парк Победы, Кочаровский парк. Ну, все мы знаем, где они находятся. Понятно. А вот, Дмитрий Александрович, просто вопрос такой. Смотрите, первое место заняла вот эта вот набережная. Второе там — парк Гагарина. Это вот какое значение имеет для этих объектов? Ну, вот по результатам этого рейтинга голосования мы на самом деле видим предпочтения, те, которые вот на сегодняшний день представлены. Вчера на общественной комиссии долго обсуждали вот следующий этап. Это следующий этап, получается, определение тех территорий, которые у нас будут долгоустраиваться в первую очередь в 2017 году. Потому что рейтинговое голосование было на два года, это 2018-2019 год. И принято было такое решение общественной комиссии, что в ближайшее время администрация по вот этим четырем территориям проведет дополнительную инвентаризацию этих территорий, чтобы определить уже конкретный объем вида работ и по результатам этого определить стоимость. Потому что лимиты средств в рамках комфортной среды не в любом случае на 2018 год есть определенные пределы. На парке и скверы. И нам необходимо понимать, какую стоимость занимает набережная реки Вятки, те работы, которые предусматриваются и по остальным паркам. Потому что, если говорить, например, по парку Победы и по Кочаровскому парку, в прошлом году мы определенные работы проводили уже в рамках этого приоритетного проекта. Но, как жители уже обозначили, есть еще дополнительная необходимость либо их завершить уже в текущем году, либо продолжить. То есть задача общественной комиссии перед администрацией поставлена следующая. Именно по паркам и скверам. Определить их фактическое состояние, те виды работ и объемы работ, и конечную стоимость. И по результатам этого будет принято дополнительное решение общественной комиссии, какой парк мы делаем либо два, либо три в текущем году, в 2018 году, какой парк переходит на 2019 год. То есть... О всех четырех парках речи не идет в этом году. В настоящее время мы ведем речь о четырех парках. То есть здесь, ну смотрите, какая ситуация может быть. В пределах вот тех лимитов, которые есть на парке сквера, определится, что, например, парк Победы в текущем году у нас для его полного завершения там необходимо, грубо говоря, 5 миллионов рублей. А что там еще в парке Победы нужно делать? Ну, на стадии подготовки и сбора предложения обозначали, что там необходимо доделать те пешеходные дорожки, там есть, ну так сказать, народные тропы, которые есть и пользуются популярностью. А не в любом парке есть, конечно. Которые необходимо завершить, ну там с укладкой брусчатки, дооборудование детской площадки, малоархитектурные формы. Там есть определенное предложение по размещению сцены. То есть есть еще определенный вид набор, который придал бы парку уже завершающий вид. По этому же Кочаровскому парку, который мы в том году начали благоустраивать, ну там обозначается первостепенно, наверное, это устройство какой-то дренажной системы, системы водоотведения, потому что парк у нас по рельефу находится в достаточно таком низменном месте. В низменном месте, да. В любом случае, вот это первоочередное обозначалось также устройство граждения, также сцены, то есть есть определенный вид работы. Сейчас мы должны это более конкретизировать и уже осметить, чтобы нам понимать, что в текущем году мы, например, вот это доделываем, либо это переносим на следующий год. Если говорить о набережной реки Вятки, то она у нас в последнее время не участвовала ни в каких вот таких проектах по благоустройству. Там, соответственно, надо продолжать. Больше, наверное, затраты потребуются, чтобы начать эти благоустроительные работы. То есть я к чему говорю? После того, как мы будем иметь конкретную стоимость по каждому из четырех парков, будет определен этап и период проведения работы. Либо мы делаем пропорционально по числу набранных процентов в текущем году по каждому парку, либо даем там приоритет. В этом году мы делаем там набережную Вятки и парк Гагарина, в следующем году парк Победы и Кочаровский парк. Когда точно станет известно, что будет делаться? Когда, собственно, инвентаризация пройдет? Мы в начале апреля, в первой декаде, завершим вот эту всю подготовительную работу, потому что объем работы, в принципе, он не такой маленький. Чтобы составить окончательную смету, в любом случае нам определенное время потребуется. И на начало апреля планируем заседание общественной комиссии, которая уже окончательно подведет итог на основании вот этих документов и примет уже окончательное решение. Ну, с учетом, опять же, тех цифр, которые у нас... Эти цифры будут учитываться, да? Конечно. Для этого рейтинг у нас и проводился. Рейтинговое голосование, чтобы эти результаты были учтены. Ну, раз набережная по улице Тренера Пушкарева с таким большим отрывом у нас лидирует, то в любом случае в этом году будет внимание. Там что-то будет обращено, что-то будет делаться. Правильно понимаем, да? Внимание в любом случае будет обращено, но я сейчас не готов говорить о конкретных этапах и сроках. Давайте дождемся заседания общественной комиссии. Она в любом случае у нас уполномочена принять окончательное решение. Кстати, поясните, пожалуйста, что есть общественная комиссия? Кто туда входит и могут туда еще люди прийти? Общественная комиссия, значит, у нас создана в рамках вот как раз реализации проекта формирования комфортной городской среды. Это одно из условий этого проекта, что должна быть общественная комиссия, в полномочия которой входит и реализация этого проекта, и контроль за ходом выполнения работ. Кто непосредственно? Значит, возглавляет ее у нас депутат городской думы Роман Юрьевич Зяблых. Он является председателем комиссии. Замглавы города? Нет. Нет. Он депутат городской думы. Просто депутат? Да. Туда входит наряду с ним еще ряд депутатов городской думы, представители общественной палаты, общероссийского народного фронта, представители центров местной активности по районам, ну и тех структурных подразделений администрации, которые именно курируют вот это направление. Довольно-таки представительный орган. То есть совет уже сформирован, туда уже по базе... Ну, комиссия действует уже второй год, она в 2017 году была образована, и вот второй год она действует в этом составе. Общая сумма в этом году почти 80 миллионов рублей, да? Общая сумма, ну да, 79... 79, 359 тысяч там, да. А на парке, вы говорите, есть лимит? Сколько из этой суммы? Значит, если эту сумму нам разделять, на сегодняшний день на парке получается у нас где-то порядка 28 миллионов, там чуть более. Остальная сумма, это 51 с небольшим миллионом, идет на пешеходные зоны, на тротуары. На все остальное. Да. То есть, я, наверное, так раз коснулись тротуаров, наверное, сразу продолжу. Нет, я про парки еще, простите. Хорошо, про парки еще хоть? Да. А кто будет конкретно определять, вот проведете исследование, да, инвентаризацию, то есть поймете, вот как картина на сегодняшний день выглядит, а кто будет определять, что конкретно будет делаться? Эти предложения, они на самом деле уже есть, они вот как раз поступили на этапе сбора предложений, когда мы месяц собирали на этапе общественных обсуждений, вот перед рейтинговым голосованием, которое мы проводили, этот набор предложений, он есть. По каждому парку? По каждому парку. Ну давайте вот по улице тренера Пушкарева, ты что там предложил сделать? Значит, ну, так на память отмечу, это благоустройство пешеходных дорожек, то есть той пешеходной части, которая есть, это благоустройство входной группы, озеленение, малые архитектурные формы, то есть вот, ну и там еще устройство, если я не ошибаюсь, там каких-то вот таких скульптурных композиций. Я, к сожалению, никогда не был, вот это в Навятске, да, соответственно, да, там что, там вообще девственная местность какая-то или что? Нет, там на самом деле есть набережная с ограждением, ну, есть пешеходная зона, она, если не ошибаюсь, в асфальтовом исполнении, ну, довольно-таки уже давно не ремонтировалась, есть определенный набор скамеек, если не ошибаюсь, там даже есть у нас и освещение, но тем не менее, вот, как показал опрос, у жителей она очень востребована, особенно в период проведения каких-то там районных мероприятий, общегородских праздников, то есть место отдыха, оно востребовано, видимо, требует еще дополнительных работ по благоустройству. То есть когда-то, много лет назад, она благоустраивалась, и вот с той поры... Слегка подзапустилась. Подзапустилась, да. Хорошо, сейчас ясно, попасть. Сейчас ясно. Теперь можно про пешеходные дорожки. Да, давайте к тротуарам переходим. Значит, по тротуарам также у нас рейтинг определен, давайте я, может быть, назову по каждому лидеру в каждом районе. Это у нас в Ленинском районе в лидерах, это тротуары по периметру Дворца Мемориал, но это у нас получается квадрат улиц Некрасова, Сурикова, Попова и Калинина. Значит, здесь две с лишним тысячи человек проколосовало на территории Ленинского района, а за тротуары у нас, как я отмечу, только по территориальному признаку можно было проголосовать. Анатолий Курбатов, наверное. По району. Там активно очень доработает наш красивый. Значит, по Нововятскому району это тротуары по улице Конституции в Радужном. Полторы тысячи человек поддержало 14% по району. В Октябрьском районе это тротуарная сеть в районе пересечения Октябрьского проспекта и Дзержинского. И в Первомайском районе это улица Ленина. Там достаточно большое количество участков, которые были вынесены на голосование. Также ее поддержало 1600 человек. Это 15,7% по району поддержки. А там какой-то общий километраж учитывался или что-то? Нет, там были разбиты эти тротуары. Ну, участки тротуаров на участке. Голосование шло по участкам. Простите, я пропустил. Первомайский район, улица Ленина где? Улица Ленина. Там участков, наверное, где-то 7-8 определено в целом по этой улице. Начиная от профсоюзной. Там учитывались и четные, и нечетные стороны участки определенных улиц. А, это же Первомайский профсоюзный район. Сейчас именно по участкам, к сожалению, информации в собой нет. Но она вся полностью есть. Там же вроде бы ровненько. Потому что есть некоторые участки по Ленина, которые у нас делались и в том году, и в предыдущие периоды. Они не требуют таких работ. Обозначены были в основном те участки, которые долгое время не ремонтировались. Ну, эти участки там, например, вдоль дома какого-то, да? Там, как правило, от улицы до улицы. Кварталы, да? То есть улица Ленина, например, от улицы Роза-Лексембург до труда. Ну, вот как пример приведу. А, ясно. Причем, либо четная, либо нечетная. Да, да, да. Ну, и также либо четная, либо нечетная сторона указывалась. Значит, следующий этап по тротуарам. Здесь, наверное, более такой он понятный. У нас составлен рейтинг по каждому району. И, как я уже озвучил, 51 миллион у нас предусмотрено на благоустройство как раз пешеходных зон. И решение, опять же, общественная комиссия была принята, чтобы эту сумму разделить равными долями по четырем районам города. Соответственно, в каждом у нас районе есть тротуары. Они нуждаются, на самом деле, в ремонте благоустройства, потому что длительное время эти территории не благоустраивались. Ну, незначительные средства туда вкладывались. А тротуарами у нас пользуются каждый день, каждый, наверное, житель города Кирова. Все мы, конечно, да. И даже автомобилисты, которые считают... То есть вот эта сумма, которая там порядка 50 миллионов... Значит, получилось это примерно по 12,7 миллионов на каждый район. Значит, вот начиная с первой территории и вниз идем мы по рейтингу. То есть на сегодняшний день вот в рамках этой суммы мы производим сметные расчеты. То есть 12,7 миллионов у нас лимит средств. Получается, вот если брать, например, там Ленинский район, ну, у них в целом 18 территорий участвовали в рейтинговом голосовании. Грубо говоря, там с первой по десятую мы осметили. Получилось у нас там 12,7 миллионов. Соответственно, вот эти 10 мы делаем в текущем году. Исходя из смет. Исходя из стоимости ремонта, потому что где-то тротуар, он небольшой, соответственно, затраты по нему меньше. Где-то, вот как, например, периметр 20 мемориал, достаточно такой существенный квадрат. Значительно, я думаю, что туда уйдет и объем работ. Там площадь-то 23 гектара этого участка. Там, насколько помню, довольно большой периметр, на котором находится дворец. Ну и, соответственно, вот те оставшиеся 8, как пример Ленинского района мы приводили, переходят на 19-й год. Но, опять же, если в случае образования экономии на торгах, когда мы будем предъявлять подрядчика, возникнет определенное средство экономии, соответственно, следующая территория по рейтингу, которая у нас присутствует, она автоматически будет включаться уже в текущий год. Мы говорим об асфальтировании только, либо там еще какие-то, возможно, брусчатка какая-то, плиточка, не знаю. Сейчас мы говорим больше, наверное, о применении брусчатки при благоустройстве пешеходных зон. То есть мы будем просчитывать и сметы, и проектирование брусчатки. Ну, я думаю, что здесь дешевле не так получается, но это... Дешевле деревянные настилы сделать. Это, наверное, будет эстетичнее и красивее смотреться. Да, и в дальнейшем, например, она будет эффективнее использоваться, потому что при проведении этих же земляных работ, ну, асфальт мы разрушили, его надо заново восстанавливать, а брусчатку можно... Можно разобрать на этот период, разобрать и потом обратно на новую подушку положить на это же место. Так, середина часа у нас, быстро бежит время. Дмитрий Печенкин, начальник отдела благоустройства, управления благоустройства и транспорта администрации нашего города. Традиционные рекламы и продолжим. Мы обычно так активно общаемся с нашим гостем и с нашими гостями, что забываем с Николаем про опросы сказать. У нас ведь опрос есть. У нас опрос есть, да, и как раз опрос немножко относится к тому, с чего мы начали. То есть за благоустройство городских территорий 18 марта. И три варианта ответа. Я голосовал, я не голосовал. Ну и третий вариант ответа. В первый раз слышу о таком голосовании. Вот интересно, что у нас наши слушатели по этому поводу думают. На 50 голосовал, не голосовал на сайте хокерово.ру. А варианта, что не слышал, нет? Нет, нет такого. И не голосовал. Лидирует вариант ответа на странице ВКонтакте. 40 с небольшим процентов. И дальше ровный процент у вариантов голосовал. И первый раз слышу о 30. Ну, в общем, наши слушатели голосовали активнее, чем в целом по городу, получается. Так, дальше про тротуары. Про Ленинский район, я думаю, закончили. На Авятске, да, улица Конституции, микрорайон Радужный. Там тоже участками она будет, да? Нет, там где-то были указаны, если брать улицу Конституции, если я не ошибаюсь. Там, ну да, по-моему, участок был обозначен от проспекта строителей туда, в сторону улицы Производства. Это один участок, да? Здесь вот в результатах предоставлено где-то без участков улица. Тогда, получается, мы подразумеваем, где-то, если не указана там четная-нечетная сторона, то получается вся улица. То есть, если брать улицу Ленина, ну, здесь не указаны, вот в Первомайском, о чем мы говорили, здесь не указаны участки. Эти участки все на сайте администрации опубликованы. Потому что вот улица Ленина, улица Советская в Новоятском районе, там тоже очень много участков, которые победили вот в рейтинге. То есть, в принципе, если кому-то интересно, то вывести это, да? Либо участок, либо район какого-то дома. Потому что разные ситуации есть. Где-то попала, ну, целая улица, где-то нечетная сторона, где-то четная сторона. Но с другой стороны, все-таки интереснее, если целыми кварталами хотя бы делать. Потому что вот эти вот фрагментарные, когда ремонт делаешь разного времени, там потом пройти невозможно. Это комплекс, на самом деле. И вот возвращаясь к вопросу, где брусчатка, где асфальт. У нас попали некоторые территории по пешеходным зонам. Ну, она на сегодняшний день, вся тротуарная сеть, например, там на определенном участке идет в асфальте. И попал участок определенный там, ну, для благоустройства в этом году. То есть здесь при осмечивании территории в любом случае будем учитывать и текущее состояние. Потому что, ну, если асфальтовая идет пешеходная дорожка, там и 50 метров будет брусчатка. Но тоже это не совсем будет смотреться хорошо. Будем индивидуально смотреть по каждой территории. То есть вот такие моменты будем учитывать. Прозвучало очень много предложений на стадии общественных обсуждений вот всех этих проектов. Чтобы по максимуму учесть все требования по движению маломобильных групп. Это мы будем учитывать с методикументацией, которая в последующем идет на экспертизу. Это практически на каждом общественном обсуждении было. То есть если мало ли там лестенки или что-то еще? Да, то есть где идет, например, там сопряжение пешеходной зоны, пешеходного тротуара с проезжей частью. Соответственно, там где-то пониженный бордюр. Где есть лестница, это, понятно, там устройства, которые будут способствовать перемещению маломобильных групп населения. То есть все эти мероприятия мы по пешеходным зонам также будем учитывать. А мамы с колясками, а велосипедисты? Вот в том числе. О них тоже будете думать. В том числе по передвижению мам с колясками также будем предусматривать где-то пониженные бордюры, где-то там, ну, такие места, чтобы можно было проехать. Ну, кстати, как-то принято говорить мамы с колясками, а пап с колясками тоже немало ходят по городу. Ну, пап с колясками, в конце концов, могут взять коляску в руки. И любое совершенно препятствие обойтись. Я знаю, я сам это знаю много раз делал. Берешь и пошел, да. Маме, конечно, тяжело. Так, наверное, коротко еще по вот этим парковым территориям, которые мы не назвали, которые были в каждом районе. Да, еще было рейтинговое голосование по районным общественным территориям. Но здесь тоже определились лидеры. Это в Ленинском районе парк Кирова. Четыре с половиной тысячи практически поддержали. Это в Новоавиадском районе парк Новоавиадского ЛПК. Пять с лишним тысяч. В Октябрьском районе это Северная набережная. Более двух тысяч человек. И в Первомайском районе Дедетский парк Аполло. Также более двух тысяч человек поддержали эти территории. Ну, по данным территориям я вернусь, наверное, к той же процедуре, которая будет проведена по общегородским паркам. Мы также к началу апреля подготовим вот те виды, объемы работы, стоимость, которые по данным паркам были предложены и необходимы. И также определим уже этапы и период проведения работы. Либо это будет в 2018 год, либо также на 2019 год. То есть в целом у нас получилось на сегодняшний день четыре парка. Это четыре общегородских парка и по каждому парку на территории. А это все вот это в общую сумму, которая предусмотрена на парке. Вот это вот порядка 30 миллионов рублей. Ну, что касается парка Минькирова, мне бы очень хотелось лично, да, да, я думаю, многим гуляющим там, чтобы территория вокруг верхнего так называемого пруда, диорама была облагорожена. Там, ну, видно, что там давненько ничего не делалось, там разрушены плит, плит. Там такое ощущение, что с момента, когда построили диораму, там, возможно, мало обращали на это внимания. В 77-м году. По парку Кирова одно из мероприятий по благоустройству, как раз по благоустройству пешеходных дорожек, оно было предложено. Предложено. Так, собственно, по тротуарам хочется еще спросить, когда розыгрыш будет, контракты, поиск подрядчика, когда... Да, как не только по тротуарам, по парку Миньки, тоже это где-то примерно. По тротуарам, значит, этим вопросом у нас будет заниматься дирекция дорожного хозяйства, то есть тот лимит денег, который у нас есть в рамках комфортной среды, будет отторгован вот как раз заказчиком дирекции дорожного хозяйства. Я думаю, что мы в течение апреля как раз сделаем всю сметную документацию, проведем экспертизу этой сметной документации, чтобы уже, ну, я думаю, что в конце апреля, либо в течение мая провести торги, всю пройти конкурсную процедуру. И я думаю, что уже там с наступлением благоприятных условий, как только позволит, в мае, в июне приступить уже к работе над тротуарами, потому что объем, в принципе, немаленький. У нас в последнее время на тротуары такой суммы, ну, попросту не было. У нас, по-моему, вообще не было никаких сумм в последние годы. Там были незначительные суммы, но не такие, какие на сегодняшний день. А я помню, в 2000-е тротуары ремонтировались. Ну, это было давно очень, очень давно. Так что я думаю, что в мае, в июне мы уже должны приступить к благоустройству как раз тротуаров на территории города Киева. А срок окончания работ он обговорен? На сегодняшний день пока нет, но я думаю, что в течение всего летнего периода мы должны это сделать. Ну, так, чтобы в декабрь-то не уходить, наверное, да? Конечно. Так, хорошо. И, собственно, общественность как-то сможет контролировать вот этот общественный совет? Общественный совет, мне кажется. Как выполняется? Общественная комиссия будет осуществлять, как вчера было сказано, на каждом этапе. И на этапе подготовки проектной документации тех заданий, чтобы в конечном итоге мы получили то, что вот на данном этапе было определено и на стадии проведения процедуры, там, конкурсных процедур, выбора подрядчиков и уже реализации и приемки работ. Я думаю, что участники инициативной группы, которые предлагали... Инициативные группы, которые выдвинули свои проекты, которые обозначили эти вот либо тротуары, либо там парки и скверы, они, я думаю, что на каждой стадии будут принимать участие. Это никак не запрещается, не ограничивается. Наоборот, вот условиями этого приоритетного проекта формирования комфортной городской среды на каждом этапе подразумевается участие общественности. — Еще раз напомню общую сумму, почти 80 миллионов рублей на все эти вещи. Это только на 2018 год? — Это только на 2018 год. — А сумма на 2019, она пока еще неизвестна? — На 2019 пока неизвестна, но если вы, наверное, слышали, нам в послании президент говорил, что эти суммы на городскую среду будут увеличиваться. У нас желание, конечно, есть каждым годом увеличивать эту сумму на благоустройство городских территорий. Я думаю, что до 2022 года эти суммы, ну, по крайней мере, не меньше будут тех, которые в текущем году. — А если заглядывать в будущее, то есть в 2020 году нам снова придется устраивать некое голосование? — Ну, на сегодняшний день, пока процедура была предусмотрена на два года, 2018-2019, но вот тот рейтинг, который мы определили, в принципе, здесь работы хватит еще и на 2020 год. Я думаю, что по тем паркам, скверам, которые определены. То есть мы сейчас весь этот перечень включаем муниципальную программу, которую мы должны до конца марта утвердить. Все эти территории будут туда предложены и включены. Соответственно, будем уже планировать, опять же, исходя из тех средств, которые на эти территории будут предусматриваться. И думаю, что на 2020 год определенные территории будут предусмотрены в плане благоустройства. — Дмитрий Александрович, последний вопрос, 30 секунд. Это такой вот первый опыт был, да, голосование горожан. Как оцениваете, как все прошло? — Ну, достаточно, это сложная процедура с точки зрения организации, потому что, ну, это практически те же самые выборы, либо референдум. Ну, на сегодняшний день мы имеем, по крайней мере, вот, там, поддержку 48 тысяч. Мы получили мнение определенной группы жителей города Кирова. В принципе, сама процедура голосования прошла без каких-либо там нарушений. Единственное, вот, как и вы обозначали некоторые люди, что, ну, не было информации. Но, по крайней мере, мы до каждого пытались довести эту информацию, но, возможно, кто-то и не услышал. — В целом удовлетворительный? — В целом удовлетворительный. — Спасибо большое, Дмитрий Печенкин, начальник отдела благоустройства, управления благоустройством и транспорта администрации Кирова. Дневной разворот на этом завершен. Встречайте нас в культпоходе через полчаса. Редактор субтитров А.Семкин